Приветствую вас. Вы знаете, на данный момент, я думаю, что самым лучшим решением для вас будет выбрать, что вы хотите. Знаете, если вы хотите сохранить семью со своим мужем, да, если вы хотите от него детей, кстати, для чего вам дети? И зачем вы хотите семью, Линда? Для чего вы хотите семью и детей? Знаете, когда человек хочет семью и детей, он ориентирован на социальный аспект, а личностный аспект, свои чувства, свои желания, как бы обесцениваются. И в таком случае нет ничего удивительного в том, что вы ругались и изменяли и так далее, потому что вы себя обесцениваете, вы как бы запрещаете себе свою личную активность. Понимаете? Вот, поэтому ваше желание семьи и детей нужно исследовать, что за ним стоит. Ага, вам нужно определиться, что вы в этой ситуации хотите делать. Либо вы признаетесь и, соответственно, нанесете за это ответственность и отплатите цену в виде того, что мужчина вас бросит, например, ваш муж, ну, будет ли это подтверждением его любви? Большой вопрос. Либо вы не говорите, но вместе с тем работаете над тем, чтобы понять, почему это произошло в виде дела, не в том, что вы были пьяны, я не думаю, что, понимаете, даже состояние алкогольного опьянения, если бы вы не хотели, то вы бы этого не сделали. Так, ну, у вас было желание, вы хотели, хотели получить то, чего вам не хватало. Вопрос в том, чего не хватает и как вы можете это реализовывать. Совершенно многие люди выпивают, очень многие люди, но далеко не все, а в более чем в пьяном состоянии, да, спят с другими. Вот. Ну, вот это нужно и следовать. Следующий момент. Значит, во-первых, грех, да, такая вот определенная мистическая точка зрения на то, что вы сделали, да, то есть, если вы верующий человек, то я рекомендую вам в священнику обратиться за помощью. Профессионально. Потому что психологи не воспринимают понятия греха, ну, по крайней мере, я не воспринимаю понятия греха. Я считал, что грехов нет, да, то есть, единственное неприемлемое действие, это во вред себе и другим. Вот. Здесь вы поступили во вред другому, но вы поступили как бы не во вред себе. Вот. И самое страшное с точки зрения психологии не то, что вы изменили, а то, что вы себя обвиняете и считаете себя недостойным. То есть, вы себя обесцениваете. Понятно, что ничего хорошего вы не сделали. Это понятно. С одной стороны, секс имеет достаточно мало значения. С другой стороны, если вы рассыдаетесь как взрослый человек, то вы сразу поймете, почему так произошло, что вы хотите и с чем вы были неудовлетворены. И подумайте, может ли вам ваш муж это дать или нет. А вы же себя корите, вы же себя обвиняете, вы же себя уничтожаете и так далее. И складывается такое впечатление, что именно обвинение себя и является вашей конечной целью. Ну, по итогу. Именно этого вы и хотите себя обвиняете. Как я уже сказал, социальная ориентация приводит к тому, что личностное обесценивается. Вот вы себя и обесцениваете. Дальше. Значит, а вы говорите, что вы с мужем сейчас ругались, да, вот нужно вашу личную ответственность за эти ссоры вычленить, выделить. Что значит мы, Линда? Не мы. Это вы, Линда. Лично вы со своим мужем ругаетесь. Вопрос в том, почему. Вопрос в том, зачем. Вопрос в том, чего вы хотите. И вопрос в том, как вы можете реализовать настоятельно то, чего вы хотите. Вот это нужно выяснять. Понятно? Вот с этим вам нужно работать. В первую очередь. То есть, причина ссор, она двойственна. Она двойственна. Она двойственна. В том плане, что есть причины ссор у вашего мужа, и есть причины ссор у вас. Так вот, чтобы ссор не было, нужно, чтобы вы свои причины ссор выделили, переформировали их в желаниях и подкорректировали свое поведение так, чтобы эти желания удовлетворялись, реализовывались. По сути. Вот тогда, ситуация и транс. Знаете? Когда вы разрешите себе чего-то хотеть, чего-то желать. Да? Например. Допустим. Допустим. Хотеть и желать. Допустим. Да, допустим. Хотеть и желать этого, почему вы изменили. Хотеть и желать, например. Того, по поводу чего вы ссорились со своим мужем, да? Это называется личная ответственность. Это называется личная ответственность, это называется Вертина себя личная ответственность. А сейчас, на данный момент, вы ведете себя, к сожалению, как жертву. Поэтому я рекомендую вам почитать про треугольник Карпана. Я рекомендую вам изучить треугольник Карпана. Вот, и, соответственно, уже можно будет, исходя из этого, с вами работать. Ну, можно будет что-то делать с вами. Вот. Понятно, да? Я надеюсь. О чём идёт, о чём идёт дальше. Вот. Значит, если вы, это вы, ничего не сделаете, если вы ничего не сделаете, что я боюсь, что ваша жизнь не изменится к лучшему. Вот. Серьёзно, я боюсь, что ваша жизнь лучше не станет просто. Просто из-за того, что вы так и будете себя обвинять, так и будете, значит, значит, ну, чём-то себя корить. Вот. Но... По факту... По факту... По факту... Все останется так же. Все останется так же. И вы, вероятно, будете всё так же обвинять своего мужа в том, что вы хотите. Вот. Так же вы будете ссориться. По своему... Вот. Ну и так далее. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Хотелось бы сказать, что... А... Значит... Обвинение себя... Ну вот. Что-то вы себя обвините. По факту... По факту... По факту... По факту... Эм... Связано... С теми... Идеями... Которые вы... Эм... Выделили... У своих родителей. Эм... Ещё... Раньше. И... Соответственно... 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 Поработав с этими аспектами... Можно будет... Уже... Что-то говорить... О коррекции вашего поведения и о работе с теми. С вами. Ну... То есть... Ведь сейчас... Мне кажется... Кажется... Что... Вы... Эм... Следуете вот тем вот торёвкам ваших родителей, которые не всегда являются адекватными. Эм... Эм... Ну... По времени, да. Вот. Вот. По месту... Это... И... И так далее. Вот. Что... Эм... Значит... История вот... Так... Раскрывается. Соответственно... Если вы захотите... Если вы захотите, то можно... Сами поработать. Вот. И если захотите, то можно с вами поработать. Если... Соответственно... Нет... Да... То... Опять же, это ваше право, но... В таком случае... Ох... Результат будет... Гораздо... Меньше... Гораздо... Хуже... Вот. Ну и так далее. И так далее. Вот. Это на этом все. Надеюсь, что помог... Помог... Вам. А... Если у вас остались... Вопросы... Дополнительные... Дополнительные... А... Пишите в личку. Буду рад помочь вам. А... Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.